А охотиться тут нельзя. Это библиотека. Билбикоте что? Библиотека, важно повторила мышь. Здесь читают книги или берут их на время, чтобы почитать дома. Судя по всему, автор Лоренц Паули просто никогда не был в Самарской городской детской библиотеке. Здесь стереотип о том, что библиотека только почитать, уже давно сломали. Пятиклассница Лиза, как и многие дети, любительница медиапространств. Мультфильмы, игры, соцсети. Что сказать, поколение диджитал, они же зумеры. И как ни парадоксально, именно эта страсть сроднила Лизу с центральной библиотекой на аэродромной. Сначала привлек медиазал. Здесь можно поиграть и сделать домашнее задание за компьютером. А позже углубилась в чтение. Фонд самый богатый в городе. Более 90 тысяч книг для детей. Мне нравятся книги про школу, то есть какие-то смешные рассказы про школьную жизнь и так далее. Также мне нравятся какие-то детективы, приключения. Любителям приключений посвящается. И кто, как непостоянный гость, сможет лучше познакомить новенького с просторами книгохранилища нового поколения. Как только мы заходим, вот можно пролезть вот здесь вот. Здесь поезжать, почитать. Прийти сюда порисовать вот здесь на доске. Примерить различные профессии. Дальше идет игровая. Тут есть вот такая вот замечательная конструкция. Сюда можно бросать шарики. А на шариках есть буквы. И когда мы бросаем, из этих букв может получиться какое-то слово. Книжная кругосветка. Теме путешествий посвящена сама концепция библиотеки. Внимательный отследит сходство с Самарской лукой. Две зоны, детская и подростковая. Восемь помещений по интересам. Комната, мастер-классов, медиазал, игровая, конференц-зал. Все они в духе Жигулевского заповедника. Идеи и воплощения полностью принадлежат самарским дизайнерам. Мне давно была здесь свобода. Поэтому все так и получилось. Оно прям сразу как бы и появилось. Вот идея про самарскую идентичность относительно природы. Первичные детских впечатлений. Ну то есть с чем они могут связаны быть. Как с Волгой и не нашей природой. Вот уже год, как Центральная детская библиотека живет в новом модельном формате. Благодаря национальному проекту «Культура». После ремонта гораздо больше стали приезжать из отдаленных районов. Конкретно в нашу библиотеку. Чтобы вот только побыть здесь с середины марта по середину сентября. Мы постарались и сделали более 400 массовых мероприятий. Как на базе библиотеки, так и на улице. Большое количество мероприятий проводили онлайн в период именно пандемии. Библиотека будет работать и в новогодние праздники. 3, 5 и 8 января. С 11 до 4 вечера. Программы на самого капризного зрителя. Мастер-классы, игры, спектакли, беседы. Как онлайн, так и оффлайн. Очки одеваются на голову. Идет показ видео. Участники мероприятия сделают путь от Земли через Международную космическую станцию. Побывают в открытом космосе, на Луне и на Марсе. Это будет все не компьютерная графика. Это реальные видео, реальные фотографии. Из-за пандемии вход будет ограниченным. Маски обязательны. С планом мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте библиотеки, а также в группах в социальных сетях. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.